Так почему интересы НАТО разрослись до непомерных масштабов и какие конкретно цели блок преследует в Европе и Азии? Эти вопросы мы обсудим с военным экспертом Юрием Кнутовым. Юрий, здравствуйте. Вот такое устойчивое ощущение, что НАТО хочет подмять под себя буквально весь мир. Это нам только кажется или на самом деле все так? НАТО прямо заявило фактически о расширении своих границ гораздо шире, чем границы непосредственно блока в Европе. Интересами НАТО уже стали страны Азии, интересами НАТО становится Африка. Ну, Латинская Америка, это, в общем-то, всегда была вочина Соединенных Штатов Америки. Но вот именно вот такой вот подход, когда НАТО рассматривает весь земной шар сферой своей деятельности. И самое страшное это то, что вот даже на Северный морской путь Арктика, на Арктику страны НАТО, именно блок НАТО предъявляет претензии достаточно серьезные. Все это говорит о желании быть мировым гегемоном, мировым жандармом и с помощью силы, с помощью оружия навязывать политику неоколониализма другим странам. И мы с этим сталкиваемся практически повсеместно. И вот буквально новость этого дня. Литва организует подготовку украинских военных инструкторов, все ожидая того, чтобы обучить и подготовить их для работы с вооружением, которое поставляет НАТО. Об этом заявил командующий армии Балтийской Республики. Вот что можете сказать, какие конкретно цели Альянс преследует в Европе? Если говорить о роли НАТО, то за последнее время произошло резкое усиление военной составляющей. То есть растут военные расходы, растет количество войск, которые находятся в Европе. И самое главное, что растет группировка, которая размещается вдоль границ союзного государства, включая Белоруссию. И мы все прекрасно помним, как не так давно буквально польская армия была сосредоточена для того, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии. Такая же история существует и в странах Прибалтики, куда сейчас переброшены дополнительные авиационные силы. А на территорию Польши переброшены и американские войска непосредственно. И на сегодняшний день рассматривается проект значительного увеличения армии Западной Германии. Это, в общем-то, все говорит об агрессивных планах НАТО, о желании блока доминировать, в общем-то, не только даже в Европе, а о желании доминировать и в Евразии. Чем это подтверждается? Ну, буквально в прошлом году прошли учения возле берегов Китая, в которых участвовала американская авианосная группа и британская во главе с авианосцем Куин Элизабет. То есть уже блок НАТО начинает проявлять, протягивать свои щупальца на территории, в том числе и Азии, и давление оказывается и на Китае. Не осталось сомнений, что НАТО протянуло ручки и к Украине и приложило максимум усилий, чтобы и там разгорелся конфликт. Вот этого столкновения можно было избежать? Если бы не блок НАТО, вообще бы этих событий не было. Ведь что произошло? В свое время Зеленский собрал достаточно большую группировку, примерно 150 тысяч человек на границе с Донбассом. Но в общем-то это был план Б, о котором он не любил говорить, но по сути все понимали, что это военное вторжение. План ведь какой был у Киева, а точнее даже говорить у Вашингтона и у Брюсселя. То есть если, например, начинается вторжение на Донбасс, Россия вынуждена будет вмешаться. Вмешательство России приведет к тому, что нас объявят агрессорами, начнутся все те санкции, которые долгое время готовились, согласовались. Мы ведь с Вами понимаем, что санкции, вот 6 тысяч санкций согласовать в течение нескольких дней между 30 государствами невозможно. Это нужна достаточно серьезная, кропотливая работа, которая длилась месяцами. То есть это, в общем-то, был план, который готовился тщательно, отрабатывался и просто его держали в секрете. И вот, соответственно, в этой ситуации начинается вторжение, когда на Донбасс, то мы вмешиваемся, нас обвиняют агрессорами, и начинается вот то, что происходит и сейчас. Мешательство НАТО. Мешательство НАТО идет по разным каналам. Это первое. Поставки оружия. Вот на сегодняшний день НАТО говорит, что они уже поставили противотанковых комплексов, 100 комплексов на один российский танк. То есть это действительно потрясающая, колоссальная цифра. Поставка переносных зенитно-ракетных комплексов. Одновременно в режиме строгой секретности часть военнослужащих была отправлена в страны НАТО, где их сейчас обучают и готовят использование НАТОвской техники. То есть это, скорее всего, будут танки «Леопард», может даже британские танки «Челленджер», американские танки «Абрамс». Это самолеты, возможно, даже F-16. То есть идет именно натаскивание уже украинских военных на использование военной техники блока НАТО. Кроме того, со стороны НАТО действуют инструкторы. Они вначале были направлены под видом добровольцев. Юрий, спасибо за ваше мнение и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова